Всем халлоути ребятушки, с вами Дамриэль и добро пожаловать на новый ролик и новую игру под названием Хорошая пицца, отличная пицца. Это ребят как оказывается достаточно хайповый симулятор пиццерии, который раньше был на мобилках, но потом плавно перекочевал на ПК. Собственно, что нам предстоит? Нам предстоит управление своим рестораном пиццы и погружение в сюжет. Вроде бы ребят намеки здесь на него присутствует. Итак, поехали разбираться, всем приятного просмотра. Глава 1, новая игра. Так, и чего? А, окей, ну давай. Во. Now open. Все, ребят, поздравляю, мы с вами открыли свой ресторан. Так, пицца Аликанте. Это походу наш конкурент, я что-то, ребят, про такое читал. Но допустим, сейчас будем разбираться. Еще одна пиццерия? Ты пытаешься попасть на мою территорию? Ты понимаешь хоть что-то делаешь? Ну как бы да. Ты уверен? Мы не украшаем здесь кексы. Это пиццерия. Ну давай обучение проведем. Ну это очевидно. Давайте посмотрим, как ты сделаешь простую с сыром. Всего 6 кусков с соусом и сыром. Ну давай без проблем попробуем. Так, во-первых, давайте раскатаем тесто. Давайте, мы уже с вами в одной из игр так делали. Простая пицца содержит два ингредиента, соус и сыр. Давайте. Ингредиенты стоят денег. Убедитесь, что вы не используете слишком много соуса или сыра. Просто положите достаточное количество, чтобы покрыть всю пиццу. Ну давайте попробуем. Так, давайте добавим соус на пиццу. Хорошо. Вот, вот видите, нам показывают, как это нужно делать. Но давайте попробуем так же. Я думаю, ребят, что это не совсем уж и сложно. Мы с вами справимся, мы молодцы. Кстати говоря, да, мы пиццу с вами делали уже. Давайте сделаем то же самое для сыра. Хорошо, без проблем. Точно так же, ребят, по кругу мы с вами спиралькой вот это вот все выкладываем, чтобы было все красиво. Так, а вот еще на... Все, я положил. Ну, все, отлично, ребят. Так, теперь мы все это дело закидываем в духовку. Так, а вот это что? Ускоритель печи. Смажьте духовку маслом, чтобы получить временное увеличение скорости на 120 секунд. За 7 долларов? Не, идите в задницу. Что там масло такое дорогое-то? За 7 баксов? Не, ребят, я не буду тратиться. Я уж лучше подожду. Как бы сейчас, вон, денег у нас и так с вами немного. Так, теперь перекладываем вот сюда и разрезаем. Удерживайте и перемещайте пунктирную линию. Типа вот так вот. Раз. Ну. Два. А что ты не режешься? Во, смотрите-ка, отрезалась наконец-то. Во. Все, великолепно, ребят. Ну, а что с вами первая пицца в этой игре? Офигенно. Обнаружи новый рецепт сырная. Хорошо. На. Идеально. Это худшая пицца, которую я когда-либо видел. Ты никогда не станешь мастером. Ха. А, это, походу, вот этот вот чувак, который через дорогу находится. Привет. Приятно видеть, что здесь открывается новая пиццерия. Могу я попробовать вашу пиццу с сыром? Было бы здорово, если бы вы могли разрезать ее на 6 ломтиков. Без проблем, давайте попробуем. Так, 7 баксов она нам с вами заплатила. Кладем с вами вот эту фигню. Размазываем соус, как нас учили. Ну, вроде бы, смотрите, да? Ну, более-менее неплохо. Так, теперь сыр. Я вижу, ребят, что, смотрите, оценка наша падает со временем. То есть, чем дольше мы с вами делаем пиццу, тем хуже будет оценка от клиента. Ну, то есть, мы его с вами заставили слишком долго ждать. Хорошо. Так, у нас с вами есть деньги, есть какие-то алмазики. Ну, блин, я надеюсь, что это какая-то, знаете, недонатная фигня. Это же обычно в мобильных играх такая тема бывает. Типа, заплати, купи алмазики и все тому подобное. Я надеюсь, что здесь, ребят, это не так работает. Все, отдаем. На. Пожалуйста. Достижение получено, я знаю, тебя. Вы художник? Нет. Архитектор? Нет. Живописец? Короче, я крутой чувак, она меня отблагодарила. Спасибо. Как все идет? Давайте сделаем все просто и отправим тесто в духовку без начинки. Также не нужно его резать. Зачем? Нафига тебе просто тесто? Ну, типа, мадам, если ты хочешь просто булку, то дешевле и проще реально купить булку. Типа, знаете, какого-нибудь чабату, там, ну, если просто, знаете, батона какого-то обычного не хочется, хочется что-то необычное. Просто тупую пиццу пустую? Ну, не знаю. Ну, как бы, желание закон, как бы, за ваши деньги любой каприз. Кто-нибудь, дайте мне шапочку из фольги. Этот пекарь только что прочитал мои мысли. А, спасибо, спасибо. Так. Привет. Пиццу с сыром, пожалуйста. Не забудьте ее порезать. Хорошо, давай. Все, 7 баксов, короче, ребят, пицца с сыром стоит. Кстати говоря, недорого, если вот перевести на наши деньги. Вроде бы, ну, более-менее неплохо. Так, ну, опять же, еще ж многое зависит от размера пиццы. Это тоже нужно учитывать. А вот так вот на глаз определить, какая у нас пицца по размеру, ребят, я, к сожалению, не могу. Если вы можете, напишите в комментариях, то, соответственно, будем уже все вместе знать, какого размера мы делаем пиццу. Так, резать, да, теперь нужно? Хорошо. Но резать я вроде бы и умею, смотрите-ка. Вроде бы даже неплохо получается. Так, все, закрываем. О, хорошо. Если я выиграю в лотерею, я найму вас личным шеф-поваром. Окей, чувак, добазарились, буду иметь в виду. Специальная доставка получите. Ну, давай. А что это? Уважаемый пекарь, вас приветствует Всемирная Ассоциация Пиццы, ВАП. Мы хотим отметить ваш выход в удивительный мир пиццы. Это мой пат. С его помощью вы можете участвовать в международных соревнованиях пекарей пиццы и выигрывать ценные призы для развития вашего бизнеса. Наслаждайтесь. С уважением, ВАП. Хорошо, давайте-ка. Во, смотрите, да? Что у меня теперь есть? Хорошего дня. Может быть, я заскочу за пиццей днем или когда-нибудь там. Хорошо. Все, типа, мы первый день отработали, мы молодцы с вами. Ну, выходит, ребят, что так. Доход 39, чаевые 5,57, использованный запас на 10 долларов. Достижение получено в деле. Общая прибыль 34 доллара. Убедитесь, что разложили соус и сыр равномерно. Ну, это я как бы знаю, вроде бы умеем. Так, пепперони бесплатно получаем. Хорошо. Все, ребят, теперь, я так понимаю, мы можем делать пиццу с пепперони. Вот это мясо сыграйте еще два дня, чтобы разблокировать. Ну, допустим, ладно. Улучшение. Сыграй еще один день, чтобы разблокировать. Без проблем. Так, дополнение. Это у нас... А, да, кстати говоря, ребят, в этой игре очень много DLS-ок. Но, я смотрел, там вроде как все DLS-ки посвящены декорациям. Вроде бы чего-то такого, чтобы повлияло конкретно на геймплей, нету. Но, ребята, вот если кто играл уже, кто шарит, напишите в комментариях, стоит ли вообще какой-то DLS из этих покупать. Есть ли какой-то вообще смысл. То я обязательно куплю. Ну, а пока что будем играть в обычную версию игры. Так, все, получается, следующий день. Поехали. К другим новостям. По мере приближения четырех главных фестивалей, патриоты пиццы готовят свои рецепторы к беспрецедентному вкусу. Наконец, любители еды сходятся в процветающую пиццерию, которая предлагает идеальную пиццу на любой вкус. Побьют ли они лучшую пиццерию Аликанты? Поглядим, увидим. Пицца. Факт дня. Последние исследования, проведенные в АПС, сообщают о прямой зависимости между ассортиментом уникальных начинок пекаря и популярностью его пиццерии. Казалось бы, да? Вот и все на сегодня. Хорошая пицца, отличная пицца. Вот, блин, знаете, мне вот эта тема напоминает орган сплис. Тоже вот эти новости, переходы между днями. Ну и, в принципе, да, немного напоминает по, так сказать, по своему антуражу и геймплею. Эту, как его называют, пейперсплис. Ну и все игры, похожие на нее. Сырные пиццы хороши, но чтобы быть высшей лиги, ты должен быть мастером мясных начинок. И королева мясных начинок это определенно пепперони. Давай посмотрим на одну. Ну давай, конечно. Давайте посмотрим тогда на пепперони. И да, она идет с сыром и соусом, новичок. Шесть ровных кусков. Я не хочу видеть никаких детских ломтиков. Без проблем, давай. Так, начинаем с теста с вами. Кладем соус. Это мы уже с вами умеем. Это мы уже с вами усвоили. Мы молодцы, мы все делаем правильно. Так, сыр. Надо будет вот этот вот iPad еще посмотреть, что там дается. Так, а теперь пепперони. Добавление начинок это не сложно. Вам нужно всего 18 кусочков. 12 по периметру и 6 внутри. Это правило верно для всех начинок. Ну давай. Вот интересно, разработчики игры вдохновлялись, ну вот, реальным пиццемейкерством? Ну то есть, знаете, консультировались ли с ребятами, которые шарят в изготовлении пиццы? Было бы интересно. Ну то есть, если действительно вот так должна укладываться пицца, то это прикольно. То есть, мы еще с вами будем иметь в виду, что вот делается вот так вот правильно. Если что, да, берите на заметку. Так, вот это что? Ускоритель печи. Отстань, не буду я за 7 долларов покупать масло. Это слишком дорого. Отстань. Ну серьезно, ребят, я не могу сейчас себе позволить такие траты. Мне бы хотя бы хоть как-то концы с концами свести. Потому что 78 долларов, ребят, ну это не солидно, я считаю. Так, все, обнаружен новый рецепт пепперони. Держим. Ого, это настоящая пицца. Настоящая отстойная пицца. Ты никогда не будешь мастером, ха. В смысле ты охренел? Зараза такая. Так, а ну-ка, тачпад. Что здесь? Задание. В деле завершить. А, мы с вами алмазики получаем за такие вот штучки. Ну это элементы мобильных игр, понятно. Ну ладно, пускай будет так. Задание. Войдите в игру. То есть, я два алмазика получаю чисто за вход в игру. Нифига себе, ребят. Вот это аттракцион неслыханной щедрости, я считаю. Ладно. Так, вроде бы разобрались. А вот есть какое-то приложение в пекарне. Закончите четвертую главу, чтобы разблокировать. Хорошо. Но пока что выглядит интересно. Ты только что положил пепперони? Выглядит очень свежо. Можешь положить их на пиццу для меня? Без проблем. Сейчас тебе все сделаем. Берем с вами тесто. Вот так вот все размазываем. Вроде как, ребят, со временем уже каточки будут становиться потнее. Будет больше заказов, пиццы будут сложнее. Короче, попотеть придется. Но мы с вами молодцы. Мы справимся со всем. Вот серьезно, ребят. Мы с вами все умеем. Пиццу, тем более, мы делали уже. Это уже не в новинку для нас. Так что просто нужно вспомнить, ребят, как это делается. И все, и все у нас будет великолепно. Так, давай быстрее, быстрее прокручивайся. Есть какой-то индикатор ХП у печки. То есть, я так понимаю, со временем она может сломаться. И нам нужно будет тратить бабосики на то, чтобы ее отремонтировать. Так, вот сюда. Посмотрите, мне кажется, ребят, идеальный просто разрез. Я прирожденный пиццемейкер, это однозначно. Так, забирай. С этой пиццей я сыта. Ну, конечно. Ты видела, сколько там начинки? Еще бы ты ни была сыта. Можно мне пиццу с сыром без соуса? Пожалуйста, убедитесь, чтобы сыр лежал до самого края. Так, без соуса. Хорошо, давай. Попробуем. Так, вот сюда. Соус с вами не кладем. Слишком сухая, мне кажется, будет пицца. Но, опять же, мне кажется, тут еще очень многое зависит от того, какой сыр ты кладешь. Есть все-таки сыр пожирнее, есть менее жирный. Но, вообще, с одним чисто сыром пицца, ну, это как-то странно. Есть же пицца типа 4 сыра, 6 сыров. Вот это было бы логичней. Ну, как бы ладно, опять же, ребят, желание гостя закон. И да, кстати говоря, ребят, в заведениях у вас не клиенты, у вас не посетители, у вас гости. Я хотел бы клонировать эту пиццу. Не, чувак, это так не работает. Чтобы клонировать, заплати мне, я тебе сделаю еще. Привет, я буду одну пиццу, пожалуйста. А какую? Подождите, разве вам неизвестно, какую пиццу я хочу? Подсказка. Верно, я почти забыла. Давайте начнем с пиццы пепперони. Соус, сыр и пепперони. Хорошо, без проблем, давай. Так что, ребят, запомните золотое правило. В заведениях у вас гости. У вас не посетители и не клиенты. Так, кладем сыр. О, хорошо, давайте побольше тут эти девахи наложим. Ну, и, соответственно, пепперони. Очень удобно, что есть разметка. Это прям, ребят, прекрасно. То есть, я знаю точно... Ой, блин, как же я крибы поставил. Я знаю точно, ребят, что не лоханусь. Так, и последние три штучки вот сюда. Все, поехали. Работаем быстрее, чтобы получать рейтинг. Я так понимаю, рейтинг зависит... Вернее, рейтинг влияет на чаевые. Походу, это так работает. Потому что там есть баночка, и там кладут, ребят, чаевые нам. За нашу хорошую с вами работу. А так что, как бы, надо воспользоваться этим делом. Лишний бонус к деньгам нам с вами не помешает однозначно. Вот, смотрите. Вот, 3.30 она дала чаевых. Ммм, вкуснятина, спасибо, что нашли время спросить и убедиться. Очень быстро диалоги про скайки вот неудобно читать. Знаете ли вы что-нибудь вкуснее пиццы с пепперони? Ну, я тебе так скажу, что, в принципе, есть вкуснее пиццы. Но, опять же, это все вкусовщина. Кому-то нравится пицца с пепперони, кому-то не нравится. Кто-то любит исключительно с морепродуктами. Ну, то есть, опять же, да, ребят, сколько людей, столько и мнений. Я согласен, пепперони, это сама по себе даже просто колбаса, как таково, если ее есть вне пиццы. Это очень вкусная колбаса такая со стринкой. Если вдруг, ребят, кто не ел, обязательно попробуйте, это очень вкусно. Но, опять же, да, говорить, что это самая вкусная пицца, ну, не знаю, не совсем, мне кажется, это правильно. Все-таки, да, кому-то нравится вот такая, кому-то нравится вот просто, да, вообще без всего, как женщина заказывала. Опять же, да, желание гостя закон. За ваши деньги любой каприз. Так, раз. Раз, два, и три. Что вот это вот такое, я не понимаю. А, типа в разную сторону положить. Все, я понял, хорошо, отлично. Все, давайте-ка. Отдаем пиццульку. Вы, должно быть, некромант, потому что ваша пицца вернула меня снова к жизни. Возвращайся еще, я тебе сделаю еще море вкусной пиццы с пепперони. Могу ли я заказать здесь больше одной? Я хочу две пиццы сыром, чтобы поделиться ими со своей семьей. Пожалуйста. Обе нарежьте на восемь ломтиков. Хорошо. Две пиццы, ребят, это хорошо. Так, а что там нужно с сыром, да? Без проблем. Давайте наливаем с вами соус. Она вроде как про него ничего не говорила, но я думаю, если бы она не хотела, чтобы у нее был соус, она бы это сказала. Потому что, ну, как бы, типа, так вот и работает. Так, я так понимаю, сразу же могу еще одно делать. Вот это очень удобно. То есть, прикиньте, потом у нас, возможно, будут какие-нибудь оптовые заказы, и нужно будет, не знаю, там штук 10 пицц сделать. Но зато денег много получим. Это хорошо. Так, все, загрузили. Теперь сюда. Разрезаем на восемь ломтиков с вами это все дело, без проблем. Вот так вот хрясь. И вот так вот хрясь. Так, первая пошла. Вторую теперь. Ну, мне кажется, ребят, вообще прям хорошо идем. И деньги вроде бы даже начали появляться. Это классно. Так, все, закрываем. Теперь мы это дело отдаем. Достижение получено пекаре 1. Играйте больше чего-то там. Хорошо. Все, я закончил. Офигеть. Вот это быстро день пролетел. Так, доход 60 долларов, чаевые 15. Ну вот, ребят, видите, чем выше наш рейтинг, тем, соответственно, больше чаевых мы получим. Использованный запас на 30 долларов. До тех пор, пока клиент попросит мне класть соус, всегда кладите соус в пиццу. Ну вот, собственно, да. Я про это имел в виду. Что у нас тут есть? Так, и мясо разблокируется завтра. Получается улучшение. А, ну-ка, смотри-ка. Летнее время. Длинные дни. Счастливые люди. Талисман пиццы. Короче, вот, смотрите-ка. Намазывает пиццу соусом. Нанять соуса укладчика. Помощника для сыра. Резальщика. То есть, прикиньте, ребят, я могу потом в будущем автоматизировать работу пиццерии и просто сидеть, лутать бабки. Это ж прям хорошо. Но пока что я не могу себе это позволить. Но, кстати говоря, давайте купим столы. Вот, за 20. Вот. Вот именно такую пиццерию я на скринах и видел. Она именно, ребят, такой и должна быть. Все, отлично. А то, блин, нифига себе столов нету. Как так? Только на вынос работать, мне кажется, это, ребят, неправильно. ПНН. От нашего спонсора. Пиццерия Аликанте. Попробуйте одну из наших 5000 пицц и скажите нам, какие из них являются хорошими. Мы не можем решить. Трюфели. Что в них такого особенного? Подробнее о его 4000-летней истории в разделе пирог Discovery в 10. Вот и все на сегодня. Хорошая пицца, отличная пицца. Да, ребят, определенно. А ну-ка. Вот. Вот так уже выглядит солидней. Я полагал, что этот магазинчик ужасов был закрыт. Вы вообще предлагаете тут пиццу половина с половиной? Ну да, наверное, предлагаем. По крайней мере, ты знаешь, насколько нерешительны эти люди. Посмотрим, как ты разделяешь все эти пиццы. Сделай мне половину с сыром и половину с пепперони. Так, давайте. Половинчатые пиццы, это прикольно. Половина сыра, половина пепперони означает на половину сырная пицца и на половину пицца с пепперони. Не забудьте соус и сыр на обе стороны. Давайте. В принципе, это не сложно. Единственное, что да, только мы начинкой заполняем половину, получается, пицца. Так, а как она там называется? Половина с пепперони. А это, по-моему, кстати, сыр нужен везде, да? На обе стороны. Просто половинка, где будет пепперони. И половинка, где пепперони не будет. Вроде бы правильно. Так, сюда. Вот, все, погнали. Так, снова вот это масло. Не буду я. Почему мне игра вот прям настойчиво предлагает потратить 7 баксов на масло? Это дорого. У меня тут за пиццу платят меньше, блин, чем за бутылку масла. Что за бред-то? Нет, не буду. Пока что, по крайней мере, я не буду это делать. Я не могу себе это позволить. Все, укладываем. Ну-ка, получилось у меня? А ну-ка. О, это на самом деле очень хорошо. Я имею в виду этот отстой. Ха, да, отстойная пицца. Сам ты отстойный, вали отсюда. Все у меня прекрасно. Добрый день. Приятно видеть, что у вас здесь есть половинка с половинкой. Можно мне пиццу наполовину с сыром и наполовину с пепперони. 6 ломтиков, это хорошо. Давайте без проблем. Только что, ребят, мы с вами такое делали. Посмотрите, он мне 8,50 заплатил за эту пиццу. То есть за целую пиццу, 8,50. А мне предлагают за 7 долларов купить масло, бутылку. Это, ребят, развод. Я не буду так делать. Так, половина, да? Давай, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Все, надо запомнить, что наполовину 8, соответственно, уходит. Все, поехали. Можно, наверное, тачпад посмотреть. Достижения. Забираем. Забираем. Еще раз забираем. О, ребят, восхитительно. Алмазики копятся потихонечку. Это хорошо, это хорошо. Давай, быстрее выезжай. Вот видите, да? Она становится румяней. Внешний вид меняется. Это хорошо, это прекрасно. Это внимание к деталям. Так, сюда. И вот сюда. Все отлично. Поехали. Чивых, да, еще, пожалуйста, по-братски? Я женюсь на этой пицце. Отлично. Если же что, хочешь я тебе целый гарем таких сделаю. Можно мне добавить немного мяса в пиццу? Только не забудьте, пожалуйста, соус и сыр. Резать не нужно. Так, в смысле? Подожди, какое мясо? У меня же только пепперони пока открыто. Не, ну как бы колбаса, чисто теоретически, это тоже мясо. Может быть, он и это имел в виду? Либо нас сейчас с вами научат, типа, что бывает, если ты сделаешь неправильную пиццу. Ну, короче, давайте сделаем с пепперони, потому что, ну, типа, а у меня больше другого ничего нету. Как бы колбаса, да, тоже мясо, но как бы принято же обычно, колбаса это колбаса, а мясо это мясо. Поэтому я даже не знаю, не уверен, ребят, немного, но да ладно. Так, поехали, загружаем. Сейчас посмотрим, что он скажет. 88% уже. Надо как можно быстрее, ребят, напоминаю, делать пиццу, чтобы все было прекрасно. Так, резать не нужно, я помню, все. Все, закрываем. Будут резать сами, возможно. А ну? Хорошее начало. Хотя могло быть и лучше. А что не так? Ты же сказал не резать. А в чем проблема? Эй, у них закончился сыр в пиццерии через дорогу. Мне просто нужна очень простая пицца с сыром. Без проблем. О, приходит, да, на меня там что-то кричит, что у меня пицца отстойная. А у самого сыр закончился, позорище. Все, короче, ребят, мы его нафиг выдавим с этого рынка. И будем с вами монополистами из самой лучшей пиццерии вообще в этом мире. А мир этот, я так напоминаю вам, как мы с вами могли уже догадаться по новостям. Очень сильно любит пиццу. У них все новости только про пиццу. Так что этот, ребят, наш с вами шанс. Так, оно сюда. И вот сюда. Отлично. Все. Давай хоть ты там не возмущайся. Если бы у меня было три желания, я бы пожелал еще три эти красивые пиццы. Ну вот, все, отлично. Что, кстати, по чаевым? Посмотреть пока нельзя. Я здесь исключительно из-за пепперони. Выложите их на тесто и дайте ему раскататься. Ну давай. Тесто-то в любом случае я буду раскатывать, поэтому что ты мне тут говоришь? Не вводи меня в заблуждение. Говорить четко и по делу. Так, все, намазали. Кстати говоря, ребят, а вы знали, что в мире есть всего три вида пиццы? Есть неаполитана. Это толстая пицца на толстом тесте. Есть римская. Это квадратная. И есть миланская. Это пицца на тонком тесте. Все. То есть, это исконно три пиццы, которые существуют в мире. Все остальное, это, ребят, всего лишь пародия. Все, загружаем вот сюда. Так что, ребят, теперь вы знаете немножечко больше об этой изумительной пицце. Ну согласитесь, ребят, пицца это очень вкусно. Вот серьезно, я еще не видел ни разу такого человека, который бы пиццу не любил. Это же, ну прям вкусно. Начинки на любой вкус. Не любишь ты мясо? Пожалуйста, есть морепродукты. Не любишь морепродукты? Пожалуйста, он, не знаю, есть пепперони и все тому подобное. Я думаю, что возьму это. Не беспокойтесь о томатном соусе. Что-то вот не понравилось ей. Наверное, потому что долго делал. Я люблю пиццу с сыром, но эти пепперони выглядят очень аппетитно. Может быть, положите их на одну половину? Разрежьте, пожалуйста, на четыре ломтика. Давайте. Так, то есть ей получается половину с половиной. Хорошо. Сырная плюс пепперони. Ну пока что, ребят, все просто. Но опять же, да, пока что. Что там будет дальше, еще пока не ясно. Так, сыр есть. Давайте половинку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо, закидываем. Все, поехали. Работаем активно, быстро. Все, чтобы прямо у нас было чики-бомбони. Нам нужно, ребят, выдавливать конкурентов. Потому что иначе в этом суровом мире пиццерийного бизнеса просто не выжить. Так, сюда и вот сюда. Офигеть, вот это куски здоровые. Надеюсь, ей будет удобно пушить. Но опять же, она сама попросила четыре куска. Я люблю все в этой пицце. Я за тебя рад. Пожалуйста, я умираю с голоду. А, типа, бездомный? Ну давайте, поможем бездомному. Подойдет любая. Спасибо. Так, ну поехали. Ну блин, смотрите, типа, бездомный, наверное, жрать сильно хочет. Давайте ему максимальную сделаем с пепперони. Потому что просто с сыром, да, это будет сытно, но все-таки белки нужно как-то получить. Сыр, я знаю, что это тоже белки, но, опять же, ребят, но все-таки колбаска это поинтереснее будет. Поэтому да, давайте уважим бездомного. Почему бы нет, помогать нужно. Тем более, вроде бы, возможность у меня такая присутствует. Может быть, он мне как-то потом поможет. Почему бы нет? Неспроста же он пришел, правильно? Так что, ребят, есть в этом какая-то задумочка, есть. Так, сюда. И теперь давайте на шесть кусков разрежем. Он вроде как не уточнял, но, опять же, да, чтобы было ему удобней. У него же вряд ли есть нож. А типа, как нифига себе есть пиццу, которая не разрезана? Это неудобно. Спасибо. Все, давай, удачи тебе. Не хворай там. Если что, приходи, может быть, что тебе? Помогу еще чем-нибудь. Так, доход 50. Чаевые 7,90. Возвраты 0. Использованные запасы на 32 доллара. Убедитесь, что разложили начинки равномерно. Ну что вы, господи. Я же все знаю. Так, сосиски. Давайте за 20 покупаем с вами. Без проблем. Так, улучшение. Разметка для начинок всегда показывает подсказку расположения начинок. А, кстати, блин. А что, у меня сейчас не будет подсказок, да? Но пока что 125 долларов, ребята, у меня, к сожалению, нет. Так, это какие-то декорации. А ну-ка, постеры. Во, алмазики вот сюда можно тратить. Я, правда, не знаю, что это дает. Но, типа, ладно. Потолочные светильники активировано. Короче, я без понятия, ребят. Если кто знает вообще, кто играл в эту игру. Вообще, как это влияют вот эти вот декорации. Там, типа, растения, не знаю, коробки всякие. Напишите в комментариях вообще, что лучше изначально прокачивать. Но мы с вами пока что ничего из этого покупать не будем. Поехали работать в следующий день. ПНН. Вы считаете, что информация, посвященная исключительно пицце, слишком нишевая? Отзывы наших зрителей вас поразят. К другим новостям. Наши фестивали начинок предвещают новый золотой век пиццерий. Весь месяц мы будем пробовать разнообразные рецепты пиццы. Сегодня день половины с половинкой. Ожидается, что все предприятия питания, кроме пиццерий, будут закрыты. Так как весь город будет стоять в очередях за своими любимыми пиццами половинка с половинкой. Вот и все новости на сегодня. Хорошая пицца, отличная пицца. Такие вот дела, ребят. О, какие-то вот эти штучки появились. По-моему, их раньше не было. У меня нет денег. Ну, я дам тебе особенный подарок в обмен на пиццу. Ну, давай. А какую тебе пиццу-то надо? Без разницы? О, смотрите, появились. Теперь у нас колбаски с вами. Или что это такое? Какой-то фарш. Вообще похоже на фарш. Почему там писалось колбаски, вернее сосиски, я не знаю. Давайте ей сделаем, может быть, пиццу с пепперони. Я не знаю. Ну да, кстати, смотрите. Все, ребят, разметок больше нет. Тогда нужно все это делать на глаз. Но, по идее, мне должно получиться. Так, сюда теперь. И вот сюда. Посмотрим, что она скажет. Так, все, убираем. Я думаю, что этого будет достаточно. Опять же, когда не уточняют, я думаю, наверное, ребят, буду делать всегда пиццу с пепперони. А почему бы нет? Хотя, блин, а если у него аллергия на пепперони? Потом еще засудит меня. Ну, а с другой стороны, нужно было говорить, какую пиццу тебе делать. Правильно? Вот. Кстати, здесь тоже разметок нету. Да, ребят, однозначно нам с вами предстоит, в первую очередь, покупка вот этой вот фигни, которая размечает, где чего класть. Потому что, ну, реально удобно. Огромное спасибо. Это для вас. Я не поливала его еще сегодня. Вы можете сделать это? А, то есть это и есть твой подарок? Какой-то цветок. Возможно, я что-то получу, когда он вырастет. Не забывай делать это каждый день. И я заскочу позже. Хорошо. У тебя, кстати, там цветок на голове. Ты видела? Я хочу, чтобы вы сделали половинку пепперони и половинку с сосисками. И все это без сыра. Ну, давай. Поехали. Так, кстати говоря, блин, а сколько нужно класть сосисок? Там схема такая же, как с пепперони? Или она укладывается, как сыр? Сейчас, короче, ребят, посмотрим. Так, половина с пепперони, половина с сосисками. Примерно вот так вот визуально с вами делим пиццу напополам. И вот так вот раскладываем. Ну, вроде бы нормально. Так, вот это. А, это тоже кусочками, да? Ну, давайте я попробую выложить по аналогии с пепперони. А там посмотрим, что он скажет. Хотя, блин, вот эти вот сосиски, они какие-то маленькие совсем. Может быть, надо было больше класть. Но, опять же, да, меня не научили, мне не сказали, как это делается. Поэтому буду по аналогии, опять же, с пепперони это делать. Так, а на сколько частей? Подожди. Сколько частей надо? А он не сказал, да? Ну, давай я тебе по стандарту на 6 частей-то и разрежу. Так вот, аккуратно, ребят, с вами делаем. Так, подожди. О, почти идеально, ребят, без разметки разрезал. Хотя, вот один кусочек стабильно получается больше. Я не знаю, почему он. Немного неряшливо, но это нормально. Ну, ладно. Окей, главное, что, ребят, он доволен и вроде бы даже чаевых дал. Можно мне половину пепперони, половину с сосисками? 4 куска. Хорошо, давай, без проблем. Так, давай сюда. Половина пепперони и половина, получается, с сосисками. 4 куска. Вот видите, здесь он уточнил, сколько ему кусков надо. Тот не уточнял. Может быть, мне не нужно было резать? Ну, то есть, типа, когда не говорят, сколько кусков, не резать вообще? Либо резать по стандарту, ну, типа, на 6. Я вот это не совсем понимаю. Короче, ребят, кто знает, напишите, пожалуйста, в комментариях, собственно, как это правильно нужно делать. Чтобы получать, понятное дело, самый лучший отзыв от наших гостей. Такие вот дела. Так, а что вот здесь вообще такое мигает? А ну-ка. Это менюшка. А вот это что? А, это типа книга рецептов. О, прикольно, смотрите-ка. Здесь, получается, у нас будет нифига себе сколько пицц. 5 страниц. Вот это да. А вот это что? А, это начинки. Смотрите, морепродукты у нас будут с вами. Фрукты, овощи, грибы. Блин, классно. Пока что, ребят, серьезно вам скажу. Игра вроде как достаточно интересная. Прикольно посмотреть, да? Что будет вообще дальше? Что вообще будет происходить? Я надеюсь, что эта пицца никогда не закончится. Но, извиняй, чувак, когда-нибудь она закончится, и ты снова придешь ко мне. Эй, я хочу пепперони, но не кладите пепперони на одну сторону. В смысле, я хочу пепперони, но не кладите пепперони на одну сторону. В смысле, а что это значит? Не кладите пепперони на одну сторону. А я ж на одну и не кладу. У тебя ж не половинка с половинкой. Чего ты мне голову удуришь? Блин, какие-то, ребята, извращенцы приходят непонятные. На тебе, раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот. И, соответственно, здесь мы точно так же делаем. И все, пожалуйста, вот у тебя будет пицца с пепперони. Конечно, немного неряшливо, как сказал тот чувак. Но, типа, ребят, опять же, да? Это пока что мои первые разы. Потом мы с вами купим улучшения, и все будет у нас гораздо лучше. Гораздо интереснее и быстрее. Так, сюда. Да, сколько кусочков? Блин, я забыл. Стой, подожди. На одну сторону не режьте. Ну, давайте, короче, на шесть я порежу. Он не уточнил, насколько ему надо. Поэтому, ребят, буду резать на шесть. Все, кладем. День уже заканчивается. На. Спасибо за пиццу. Еще полтора доллара чаевых. Спасибо. Привет. Я хочу половину пепперони и половину сыра. Но вы могли бы не класть соус на каждую из них. Положите ее в печь дважды. Блин, прикольно. Печь дважды, типа. Любит, наверное, позажаристей. Но, как видите, ребят, день закончился, и нам пришлось закрыться. Так, для пиццы половина с половинкой кладите начинку только на одну сторону пиццы. Ну, блин, это же очевидно. Чего вы мне очевидные вещи-то говорите? Так, сыграйте еще один день, чтобы разблокировать. Добавляйте сосиски в пиццу. О, кстати, нифига себе, за 500 тоже можно купить помощника. И нам, ребят, снова разметку не хватает. Так, ремонт не требуется. Допустим. Окей. Короче, давайте, наверное, пока на этом закончим. Собственно, продолжим с вами копить бабосики на разметку уже следующей серии. Такая вот игра, вроде бы, перспективная. Вроде бы, что-то здесь должно происходить. Ну, и, опять же, интересно посмотреть прокачку пиццы. Короче, ребят, пишите в комментариях, как вам игра. Ваши советики, кто уже играл, кто уже шарит, вообще чего почем. Ну, а ссылка на плейлист со всеми будущими сериями по игре «Хорошая пицца. Отличная пицца» будет находиться в описании под роликом. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, чтобы не пропустить новые видосики. Ну, а с вами был Дамриэль. Всем годбайте, ребятушки. И до новых встреч.